Украинский народ складывался на пограничье с Великой Степи. Исходно в его этническом типе и культуре присутствовало сильное тюркское влияние. Гунны, авары, булгары, хазары, печенеги, половцы оставили здесь глубокий след, хазарское влияние простиралось до того, что первые киевские князья носили титул каганов. Казак тоже, что казах свободный человек. Некоторые историки считают, что слово «казак» происходит от хазар. Большинство историков, будучи не согласны с этим, всё равно признаёт тюркское происхождение слова «казак». Оно тождественно самоназванию народа казахов-каза, означавшему у тюрков свободного человека. Исторически казачество восходит к поселениям торков, бериндеев, кавуев, чёрных клобуков и других тюркских племён на южной окраине Киевского, Переиславского и Черниговского княжеств. Тут они несли сторожевую службу по охране границ от половцев. Сюда же уходил от феодальных поборов и повинностей бродячий славянский люд, прозванный Бродниками. Здесь из смешения народов и культур складывалась новая историческая общность казаки, немало заимствовавшая у тюрков. Причём это относится не только к украинским, но и ко всем прочим казакам. Благодаря тому, что казачество стало считаться главным элементом в сложении украинской народности и государственности, тюркское влияние в культуре украинцев оказалось выражено отчётливо. Через посредство тюрков происходил контакт казаков с другими восточными культурами. Ещё один этнос, принявший значительное участие в сложении казачества черкесы. Недаром ещё одно название казаков всегда было черкасы. В Древней Руси черкесы назывались косогами. В этом имени некоторые тоже видят истоки наименования казаки. Казак Мамай. Главным персонажем украинского фольклора в 18-19 столетиях был казак по имени Мамай. Это был некий поэтический и ностальгический собирательный образ казака, в котором воплощалась мечта о пушедшей украинской вольности. Картинки, изображавшие Мамая со селецем на голове, играющего на бандуре, переписывались от руки и стояли едва ли не в каждой украинской хате. Происхождение имени довольно прозрачно и вряд ли нуждается в пояснениях. Ряд украинских фамилий носит, по мнению некоторых лингвистов, тюркский след. Это, например, Караченко, Геращенко, Гармыза, Чепурко, Гольченко, Галуенко, Ищенко и так далее. Характерное окончание многих украинских фамилий наука – Юг, Чук, Чук, Ак, Чак, несвойственное прочим славянским народам, многие также считают тюркским, например, тюркские исторические имена – Кучук, Гаюк, Кутлук, Гзак, Кончак, Курень, Майдан и другие. В русском тоже очень много слов тюркского происхождения. Поэтому представляют большой интерес тюркизмы, имеющиеся только в украинском языке, а также такие, которые были заимствованы в русский язык уже из украинского. К числу первых относятся, например, Гарбус, Кавун, Тютюн, Казан, Кончук, Калиба, Корчма, Чобот, Майдан. Тюркские в своей основе глагол «бачити», прилагательное «чепурни», частицы «хай» и «чи». Многие слова были присущи чисто казацкому быту и воспринимаются теперь как архаизмы – Бунчук, Гайдамак, Сагайдак, Атаман, Кош, Курн. К числу тюркизмов, воспринятых русскими через посредства украинцев, могут относиться кабан, чибан, отара, яр. Всего лингвисты насчитывают в украинском языке до 4000 лексем тюркского происхождения, заимствованных с древнейших времён до конца XVIII века. Некоторые слова могли прийти из тюркских языков в русский и украинские языки параллельно и независимо либо ещё в древнерусский лошадь, туман, курган, сан или шана по-украински. Представляют любопытство слова, одинаковые по звучанию, но имеющие разное значение в обоих языках, как, например, арбуз или, в особенности, кабак, являющийся у украинцев синонимом горбуза, а у русских означающий питейное заведение. Национальный быт. В легендарном казаке Мамайо характерно не только имя тюркского, по всей вероятности, происхождение, но и хрестоматийный облик казака. Традиционная казацкая одежда, широкие цветные шаровары, широкий кушак и высокая барыня шапка характерные восточные атрибуты, распространённые в культуре турок, крымских татар и многих кавказских народов. Здесь они слились воедино. Казацкая боевая прическа впервые описана в летописях ещё у древнерусского князя Святослава, однако есть мнение, что эта мода уже тогда пришла из степи товар – булгар, а то и ещё раньше – от гуннов или даже сарматов. Давние обычаи украинцев варить густой мясной бульон с большим количеством жира имеет явную параллель с традиционной кухней тюркских народов знаменитая казахская шурпа и так далее. Правда, в национальной кухне украинцев баранина заменена свининой, что было вызвано преимущественным развитием свиноводства в 15-17 веках крымские татары, когда совершали свои набеги, будучи мусульманами, не зарились на свинину, но способ приготовления остался тот же. Это же относится к блюдам из варёного теста с начинкой, русскими они тоже были заимствованы в виде пельменей, но через посредства финно-угорских народов. Сама же украинская хата тоже демонстрирует типичный образец строительной техники южных степных народов из необожжённого кирпича в смеси с соломой и кизяком. Из такого недолговечного материала была, по преданию, выстроена, например, столица Золотой Орды Сарай, от которой поэтому не осталось и следа. В данной статье сделан акцент только на тех элементах традиционной украинской культуры, которые имеют тюркское и ширеюжное и восточное происхождение. Из сказанного вовсе не следует, что именно эти элементы культуры преобладают в национальном облике украинцев, или что по обилию этих элементов украинцы как-то выделяются среди других славянских народов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok